Милые мои, если вы еще не устали читать мои письма, то сегодня я предоставляю вашему вниманию еще одно маленькое послание, свидетельствующее о моем полном благополучии и здравии. Милые и дорогие мои, вы можете легко заметить, что временами я забрасываю письма, а иногда проходит время молчания. Вот это объясняет изобилием или отсутствием свободного времени. Сейчас у меня немного свободного времени, я решил использовать этот случай для письма. Там, где я нахожусь, очень тепло, шинель и теплая одежда уже не нужны. Примите мои наилучшие и искренние пожелания к празднику. Будьте здоровы и счастливы. Горячий привет Миши и его семье. Здравствуйте, дорогие мои братья. Мама, шлю я вам свой красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Дорогая мама, нахожусь я на фронте с 5-го числа. Ежедневно у нас делают налеты и аэропланы. Но не знаю, останусь или нет живой, а сердце мое предчувствует, что мне больше с вами не придется видеться. Дорогая мама, молись обо мне. Может быть, Бог меня сохранит. И может быть, тогда я еще вернусь домой. Ну пока, до свидания. Пишите ответ. А я смерть себе жду час на час. По привет Визине, Егор, Троичу и Сватья. И добавь. Пускай напишет письмо Егорчику. Здравствуйте. Мы представители военно-исторического клуба «Саратовский рубеж». Приехали на реконструкцию к нашим друзьям в Самару. Слышали про ваш проект и хотим, чтобы этот проект был в нашем городе. И всячески будем содействовать его подвижению на нашей саратовской земле. Были на лестнице дома номер 16 на улице Халтурина. До чего же она крутая. Еле дошли до верха. Сидели с Гришей Ищенко и с собакой гранат. Она тоже с ней ела с утра. На восьмой площадке задержали гада. Изъяли три ракетницы, один пистолет, 43 ракеты и пачку денег. Сопровождаем шестое отделение на конюшенную площадь. Дважды попали под обстрел. Гриша Ищенко. Осколком отсекло пол полы шинели. Завтра объявили банный день. Мытье в бане не состоялось. Прибежал посыльный. Тревога. Бежим из бани. В доме номер 13 по улице Жуковского. Убийство. Розыск поручили мне и Бычкову. Я попросил Гришу Ищенко с гранатом. Нашли гада только через пять дней. Убил за 500 грамм хлеба. Трибунал. Старшина Блинов выдал кальсону и рубашку чистую. Но с двумя заплатами. Здравствуйте, мамаша, братья и сестра Аня. Передаю вам свой пламенный фронтовой привет. И желаю хороших успехов в вашей жизни. И сообщаю, что я жив здоров и как по-прежнему воюю с немцами. Живу я хорошо, хотя вот уже 20 дней все время двигаюсь на запад день и ночь. Получаю письма от Мити и Бориса. А также им пишу письма. Высылаю вам свою фотокарточку. Пишите мне, получаете ли вы деньги по моему аттестату в военкомате. Так как вы должны получать каждый месяц по 450 рублей. На этом пока заканчиваю письмо. Привет всем. Проект очень хороший. Хотелось бы, чтобы он получил свое развитие в других регионах. Особенно в нашем городе. Кто поднимет эту запишку, прошу переслать по адресу. Москва, Арсеньевский переулок, дом 7, квартира 1. Екатерина Михайловна, дорогая мамочка, сообщаю тебе, что из нашей семьи остались живы. Только я до Клани. Остальные все погибли. Дарья умерла от сифа. Клани же находится с теткой Аксенией. Вот уже четвертый месяц, я о них ничего не знаю. Меня угнали работать, а их выгнали из той деревни, где мы жили. В то время, как немцы убили нашу Мишу, они ранили и Мишку, маленького. Очень тяжело. И его положили в лазарет. Но когда немцы отступили, то не знаем, куда его девали. Тетка Аксения имеет при себе теперь троих. Нину, Васю и Кланю, если только они живы, а нас, которые побольше, всех угнали. Ты еще не видела, сколько здесь умерло людей, как их хоронили. Из нашей деревни умрло еще до августа 1942 года 36 человек. Погибли дядя Костя и тетка Анна. Нас из дома выгнали 3 января. Я вышла только в том, в чем была одета. И то, все уже давно изношено. Тетка Маша погибла в июне 1942 года. Здравствуйте, мои дорогие родные. Желаю вам свой сердечный боевой привет. Желаю вам всего хорошего в вашей жизни и ваших делах. Мама, я вам сейчас коротенько сообщаю о себе. О том, что я сейчас на передовой. Впереди меня уже фронт. Мама, я уже знаю, что мой дорогой отец погиб в боях. Я, мама, отомщу за него. Мама, передай привет всем моим родным, особенно бабке. Пишите, как вы живете. Мама, я бы очень хотел получить от вас фото. Если будет возможность, то сфотографируйтесь. Ну, а если нет, то я не буду обижаться. До свидания. Шлю боевой через сердечный привет и желаю всего лучшего. Беляев. Добрый день, комрады. Я очень рад, что существует такой проект, что продвигает его наши товарищи по увлечению. И должен сказать, что это большое дело, прекрасное дело. Это память о всех тех, кто отдал жизнь за нас. Неважно, в какой форме в данный момент мы находимся. Это должно быть гордостью для всех нас. Только вчера послала тебе, мой мальчик, письмо. А сегодня вечером пишу снова. Знаешь, Пашенька, я давно хотела написать тебе радостное письмо. Думала, что так и не смогу. Смерть папы, бабушки, Валечки. Казалось, ничего в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой. А сегодня был день чудес, радостных, нежданных. Поверишь, я была на праздновании дня рождения Пушкина. Музей был закрыт с начала войны. И вдруг, получая розовенький листочек, приглашение в музей, пришло 8 человек из близлежащих домов. Выступали Вишневский, Имбер и Николай Тихонов. С какой верой Вишневский сказал, голод уйдет, поверьте, мы победим. Имбер читала памяти Пушкина. На бюсте Пушкина был венок, настоящий, из живых цветов. А я вспоминала, как малышом ты потерялся в музее. И я с трудом отыскала тебя у этого самого бюста. Ты тогда сказал, я с каменным дядей гулял. Помнишь? Знаешь, сынок, нас было 8 человек, всего. Но мы были в центре вечности и бессмертия. Жизнь будет, она бесконечна. Я, Пашенька, пока не очень хорошо хожу. Только не волнуйся, ничего серьезного. А из дома Пушкина пошла первый раз на стрелку. Силы появились. Вечером у меня стала кружиться голова. Тетя Дуся, бывшая лифтерша, помнишь ее? Говорит, от слабости, Алексеевна, поди, долго не протянешь. А я ей от радости не поняла. Посмотрела, словно я умом тронулась. А я, Павлик, поверила сегодня, что у нас будет жизнь. И ты вернешься, сынок. Я это знаю, знаю, знаю. Только не узнаешь ты нашей квартиры. Сожгли все, что горело. Даже паркет. Ничего, наживем. Видишь, сынок, получилось у меня радостное письмо. Будем жить, Павлик. Береги себя, сынок. Твоя мама. Здравствуй, Софья. Это пишет вам Сашин товарищ Логинов Григорий. Соня, получил я от вас письмо, в котором вы сожалеете о Саше. Соня, конечно, жалко Сашу. Я с ним был все время вместе и даже редко, когда ходили по одному. Знал Сашина отношения лично к вам и к своим родным. Он мне рассказывал о вас, о своих родителях. Вот он мне говорит однажды. Гриша, кончится война, поедем домой. Заедем в Москву к моим родным, а потом кто куда. Но вражеская пуля вырвала Сашину жизнь из нашей боевой товарищеской среды. Софья, шел я с ним совместно по траншее. И вот слушает шум, летит, и вот она рядом с ним упала и осколком поранила его. Раненый он просил воды, но мы ему не давали, потому что после ранения пить нельзя. И всего он был живой. После этого два, два с половиной часа, не больше, и скончался. Соня, схоронили мы его в кустарниках, сделали гроб из хороших досок, сделали памятник. Это недалеко от деревни Ясенек. Быть может, когда и придется вам там побывать. Вот и все, Соня. С приветом. Ваш знакомый по Саше, лейтенант Логинов. Добрый день. Меня зовут Ирина Дерейгузова. Военно-исторический клуб «Саратовский рубеж» из Саратова. Смотрели ваш проект. Проект нравится. Молодцы, что вы создаете таким образом бойца в тех временах. Мы вами гордимся и постараемся сделать то же самое в нашем городе. Александра Левского, Дмитрия Донскова. Узнебинина. Дмитрия Пожарского. Александра Суворовна. Михаила Кутузова. Здравствуй, мама и папа. Шлю привет с фронта. В настоящее время нахожусь на передовой позиции. Пока, мама и папа, страшного ничего нет. Вы не беспокойтесь обо мне. Сейчас живу хорошо. Мама, вы ничего не думайте, что мои письма так долго не было. Это потому, что все время приходилось находиться в дорогах. Приходилось, мама и папа, идти мне по деревням, где немец был. Хорошо, мама, деревни изуродованы немцами. Все каменные и деревянные дома сожжены. Населения мало осталось. Тяжело он достался от немца. Все, что говорят о немцах, правда, мама. Этих немцев нужно бить, а то они совсем обдогляют. Скоро, мама. Они это почувствуют на своей шкуре. Погоним немца. Пока, до свидания. А может, да прощай. Здравствуйте, дорогая сестра Катя. С приветом к тебе, братец Кролик. Ну, конечно, интересуют тебя мои похождения. Из госпиталя меня выписали 6-го часа. Три дня шел по дороге. Прошел около 80 километров. Сейчас нахожусь в запасном полку. Отсюда или сегодня, или завтра пойдем в часть. В общем, через три дня буду уничтожать фрица из своего миномета. В общем, как я уже писал, что мне придется еще брать Ригу. Так оно и вышло. Ну, конечно, немножко скучно без писем. Хочется ведь узнать, как дома. Крепко целую. Всем привет, а мне вперед на Ригу. Привет маме в Ивановку. Хочешь сказать спасибо телеканалу Репортер 7-3 за то, что они сняли хороший проект «Письма с фронта». Спасибо, ребята. Продолжайте в том же духе. Милая мама, наконец-то я получил открытку от тебя. Лишь бы ты была здорова, а остальное приложится. Я живу хорошо. Наше подразделение продвинулось и на другой рубеж вслед за удирающими гитлеровцами. Мы живем у деревни, в полутора километрах от которой были страшные бои. Много ужасного рассказывают местные жители. Фашисты везде звонят о культуре своей нации, а ведут себя хуже всяких дикарей. На двор ходить не стали, не считали нужным. Ходили прямо в избе. А теперь, куда ни глянь, валяются рыжие, оскальные, обросшие, рваные, грязные. Как видишь, дела у нас идутся неплохо. А как у вас? Не собираетесь ли в Москву? Приеду я и заживем с тобой по-прежнему. Мамусенька, пиши мне чаще. Я очень скучаю и беспокоюсь по тебе. А ты обо мне не беспокойся. Одет я хорошо, а буду тоже. Берлин разрушен исключительно. Немцы хотели разрушить Москву и Лондон. Они получили превращенный в груды камней Берлин. Видел дома резиденции Гитлера, Геббельса. Тоже разрушенные, сгоревшие. Немцы вывешивают белые флаги, белые повязки на руку. И повторяют одно и то же. Алис-капот. То есть, всему конец. Теперь они тоже поняли, что такое война и для чего она нужна. Колонны, пленные фрицев, в километр-полтора можно часто встретить на дорогах под конвоем 5-6 наших бойцов. Из лесов. И сейчас все еще выходят фрицы без оружия. Надевают белые повязки и идут сдаваться. Гражданское население теперь не с таким уже страхом, как в первые дни в Германии. Но все равно из-под поля встречает нас. Зато с огромной радостью относятся к военнопленным. И мирные жители, завезенные из других стран. И теперь освобожденные Красной Армией. Дорогие ульяновские друзья, спасибо за ваш проект, который вы сделали, сняли. Спасибо за всех людей, которые собрались и восстановили нашу историю. Спасибо вам за то, что вы храните память. Спасибо каналу Репортер 73 за то, что поддерживает по-своему безумных людей, которые занимаются нашей историей. Спасибо вам за все. Я, Александр Льин, живу в городе Самара. Здравствуй, моя дорогая жена Настя. И дорогие мои детки, Люся, Шура, Вовочка, Женечка. И дорогие мои родители, тетяня и дорогой мой брат Паня. Шую я вам от души искренний привет и наилучшие пожелания. Сообщаю вам, что я пока жив и здоров, и цел, и невредим. Здоровье мое хорошее. Что будет дальше, неизвестно. Сообщаю и уведомляю. Дорогая моя жена Настя и дорогие мои детки, Люся, Шура, Вовочка, Женечка. И дорогой мой тетяня и брат Паня. Что сегодня, 8 июля на 9 идем в бой. А бой вам известно какой. Результаты, конечно, ждите. После чего, если я останусь жив, то сообщу сам. Если же не будет, то сообщат товарищи. Ну, дорогая Настя и дорогие мои детки, Люся, Шура, Вовочка, Женечка. Молитесь Господу Богу за вашего папу, чтобы остаться живым. До свидания, до свидания, до свидания. Целую, целую, целую крепко и много-много раз. Целую свою семью. Настю, моего Шуру, Вовочку. Ваш папа Алексей Кожендаев. Добрый день и вечер. Шлю вам свой горячий фронтовой привет. Желаю вам всего хорошего в вашей жизни. Мама, я сообщаю вам, что сегодня я получила от вас письмо, за которое большое спасибо. Что вы меня не забываете. Я узнала, что вы пока живы и здоровы. А это самое главное. Сообщаю о себе. Я в настоящее время пока жива и здорова. Живу хорошо. Что будет дальше, неизвестно. Я нахожусь в наступлении. Гоним немца назад. 20 июля мы перешли реку Западный Буг. То есть нашу государственную границу 1939 года. Я нахожусь в направлении города, название которого сходится с фамилией моего товарища, с которым я уезжала на фронт. Его звали Павел. Новостей пока больше нет. Затем до свидания. Остаюсь жива и здорова. Ваша дочь Баландова Александра. Даже по нынешним временам это то редкое, что мы можем видеть в современной масс-медиа, которая воспитывает в молодежи дух настоящего патриотизма, любви к своей родине, сопричастность к тем великим, поистину великим свершениям, которые были достигнуты нашим народом в то нелегкое время. И мы благодарны авторам, реконструкторам, которые снимались в этих роликах, которые дали нам именно прикоснуться к той правде, правде о войне, о которой в последнее время, к сожалению, все чаще и чаще забывают. Здравствуйте, дорогая моя Валя и дорогие мои деточки. Сообщаю, я пока жив и здоров. Сообщаю, что посылку я вашу получил, за которую вас благодарю. Кто это вам сказал, что мы голодные? Это неправда. Мы получаем хлеба 900 грамм, мясо, рыбу, сахар и даже 50 грамм водки в день. Словом, получаем фронтовой паек. Одеты мы тоже хорошо. В общем, все у нас хорошо. Здесь, Валя, народ гражданский переживает еще больше трудностей. Покинули родные места, живут в землянках, а все имущество и дома погибли. Я рад, что вы в тылу. Дела на фронте идут хорошо. Фашисты несут громадные потери в людях и в технике. Писать пока больше нечего. До свидания. Здравствуйте, родные. Мама, брат Витя, сестра Зоя и Валя. Шлю вам свой привет и желаю хороших успехов в вашей жизни. Мама, прошу вас написать, как у вас сейчас дела с огородом? Сколько вы посадили картофеля? Как жизнь в совхозе? Сколько хлеба дают вам? Я живу пока хорошо, но страшновато. С каждым часом становится страшнее. Хлеба нам дают по 800 грамм в день. Три раза кормят горячей пищей. Пища очень вкусная и жирная. Дают жареные картошки, каши, все с мясом или пережаренным салом. Мама, если б можно было отсюда послать посылку, то я могла бы вам прислать ягоды. В лесу много, особенно брусники, черемухи. Часто пьем чай с ягодами. Сахар дают по 35 грамм в день. Так что обо мне не беспокойтесь. Пока, до свидания. Привет всем знакомым. Ваша дочь Татьяна Куприна. Спасибо за проект. Очень тронутая. Смотрели всей семьей, смотрели все ролики. Большое спасибо. 329-й стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии. Город Тольятти. Дорогие мои, я жив, здоров, чувствую себя хорошо. Вчера написал вам письмо и забыл число написать. Это потому, что не было времени дописать эти письма. Ведь я нахожусь на передовой. Дела наши хорошие, но много товарищей нет в живых. Некоторые ранены, но война не может быть без потерь. Фашист цепляется за каждую горку, возвышен. Все хочет удержать нашу Украину. Он все сжигает, истребляет, но за это будет, конечно, жестоким наказом. Знаете, сколько я видел, что мне жутко становится. Что фашист творит на нашей земле. Но как там у вас дела? Напишите письмо. Ведь мне так приятно было бы получить письмо и узнать, что у вас все в порядке. Ведь узнать что-нибудь о доме, о вас, это для меня самое ценное. Как живет папа? Не болит ли его раненая нога? Ведь я уже за папу отомстил. За себя тоже отомстил. Если хоть и убьют, то уже три немца лежат, погибшие от моей руки. Правда, благополучно спасся, а мой товарищ погиб. Но, дорогие мои, пока. Целую всех крепко. Александр. Всем привет. Мы остаемся двое в машине номер 17. Командир машины, младший лейтенант Севков Вадим Александрович. И радист красноармеец, крестьянинов Петр Константинович. Решив лучше умереть в своей родной машине, чем покидать ее. В плен сдаваться не думаем. Оставляя по два-три патрона для себя. В последнюю минуту жизни взорвем гранатами машину, чтобы она не попала врагу. Просим сообщить домой, что мы выполнили свой долг перед Родиной, заняв одной машиной Явкино и там погибнув. Спасибо огромное за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что сберегаете память наших отцов, дедов, прадедов, за то, что мы с вами всегда можем посидеть у костра, принять участие в каких-либо боевых действиях, воспроизвести их. За то, что мы с вами хранители истории именно памяти, живой памяти. Пока мы с вами живы, пока мы этим занимаемся, будут помнить и наших отцов, дедов, ну и нас с вами. Здравствуй, дорогая Шурочка. Во-первых, спешу вместе с тамбором «Елит Рады». Шура, ты, вероятно, не раз слыхала по радио и очень много пишут в газетах о героических делах бойцов-командиров и в целом о нашей части. То доверие, которое оказано мне, защита нашей Родины, оно оправдывается. Ты, Шурочка, себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы-командиры. Это истинные патриоты, бьются как львы. Сердце каждого одно – не допустить врага к родной столице. Беспощадно уничтожать гадов. Смерть фашизму. Шура, сегодня приказом фронта сотни бойцов-командиров дивизии награждены орденами Союза. Два дня тому назад я награжден медалью за отвагу. Это еще, Шура, только начало. Я думаю, скоро моя дивизия должна быть гвардейской. Есть уже три героя. Наш девиз – быть всем героями. Шура, пока. Иди за газетами, ты увидишь о делах наших. Твой Тимофей. Добрый день и вечер. Здравствуйте, мои дорогие. Шлю я вам свой горячий, пламенный фронтовой привет. Желаю вам хорошего всего многие годы. Мама, сообщаю, что в настоящее время я пока жив и здоров. Нахожусь в наступательных боях. Живу хорошо. Что будет дальше, неизвестно. Не так давно от вас получил письмо, за которое большое вам спасибо. Сообщаю, что послал вам на днях переводу 200 рублей. Как получите, напишите. Буду ждать. Еще пишу, что в этом письме я посылаю вам свои благодарности, которые получил от Верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза, товарища Сталина. Храните их и напоминайте, как я дрался с врагом за свою родину. Писал, торопился, потому что ухожу на задание. И посылаю вам несколько своих строк. Пройдут река дожди и ветры. Смоют кровавый след на скалах и песках. Но наш подвиг, советские герои, бессмертен в человеческих сердцах. В последнее время очень много различных форматов мероприятий проходит на телевидении. Но вот именно ваш проект задевает за живое, за что, собственно говоря, я ценю ваше дело. И отдельное спасибо всем участникам и организаторам этого проекта за то, что действительно он цепляет. Он цепляет за душу. Это очень важно в наше время, не пустые разговоры, а именно разговор о деле, о большом деле. Здравствуйте, милые, дорогие, родные тети, дядя, Валя, Лиза, Володя. Мне приятно перечислять вас по именам, и я рад, что у вас все хорошо. Милые Валюша и Лиза, спасибо за ваши письма. От Леши и Вани ничего не получал, и не знаю, как они живут и как их здоровье. Переживаю за маму с папой, фронт теперь на подступах к их городу. Ну ничего, я сейчас готовлюсь к выполнению боевых заданий. Будем гнать немцев отсюда. Милая Валюша, ты пишешь, что у вас много моих фотографий. Это хорошо. В случае, если не придется быть живым, вспоминайте. А если буду жив, то сфотографируемся с тобой на пару. Пусть будутся наши мечты. Прошу за меня не беспокойтесь. Пока писал, грустно стало, война тревожит. Спешу, извините. Всем письма я не успею написать, нет времени. А если будет, напишу. Милая Валюша, крепко целую и желаю быть живыми, здоровыми и невредимыми. Вечно любящий вас, Шура. Любимая моя дурчурка, получил твой платочек и восхищен твоим рукоделием. Какая ты у меня умница. Мама тобой очень довольна. Будь всегда послушной и трудолюбивой девочкой. И крепко люби своего папу. Роднушка моя, что-то ты мне давно не писала. Как тебе понравились мои платочки, а не только для твоего носика и курносика. Девочка моя милая, мама приглашает приехать в отпуск. Этого сейчас сделать нельзя. Мы скоро закончим с немцами и папа приедет с победой домой. Как у тебя подруги и ходят ли они к тебе? Есть ли у тебя саночки, тепло ли твоим ножком? Целую тебя, доченька, твой папа. Я восхищен креативностью, идеей и воплощением этой идеи, которая в репортере 73 от наших ульяновских друзей, товарищей и коллег ко дню великой нашей победы проект «Письма с фронта». Увидев первый сюжет, просто заинтересовался. Второй, третий принимает просто до слез. И удивляет это другое. Простой провинциальный городок Ульяновск. Впереди всей нашей страны, нашей великой родины. Впереди Москвы, Питера, этих мажорных городов. Простые наши парни. Водители, автослесаря, рабочие заводы, школьники, дети, менеджеры, судебные приставы. Да, вся наша прослойка по классам, по состояниям, но единая по духу, по то, что единое в сердце у людей. Это наш великий праздник, самый большой в стране, это День Победы, который нас объединяет. И дай Бог, чтобы это продолжалось всегда и у детей, и у наших внуков. И мы будем заниматься реконструкцией, чтобы огонь этот не угасал, как и вечный огонь. И чтобы больше народу знало и понимало, какой ценой досталась эта победа. Какими потерями, користями, незгодами. Не только на фронте, но и в тылу. Редактор субтитров А.Семкин